Мнение жителей посёлков Привольный и Вишнёвка о том, где будет располагаться детская площадка, разделились. Одни хотят разместить её на своей стороне, другие, чтобы ближе к их домам. И у каждого на то свои аргументы. Мы претендуем на ту землю, которая до сих пор не принадлежит к Рамену. Там хватает места, потом эта зелёная зона, там лесок, здесь нет машин. В настоящее время вам нужно определиться, где бы вы хотели видеть детскую площадку. Смотреть нужно реальности в глаза. А реальность в посёлке такова. Из свободных участков имеются только два. И то второй занят фермером Анатолием Крамином, хотя он должен его освободить. В 2003 году предприниматель составил договор аренды земельной площади на 4 года. Несмотря на то, что сроки истекли, покидать участок фермер намерен только через суд. Говорит, захвата территории с его стороны здесь нет. Если вы хотите, чтобы меня здесь прибили, давайте начнём с площадки игровой здесь. Если же вы будете... это будет умно. Но если вы хотите поступить мудро, вы найдёте пустое место. Да, в центре, между всеми этими участками. Не надо гнать сюда в угол. По словам начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Дениса Воробьёва, судебных тяж не избежать. Сейчас готовятся документы на снос ангаров, занимаемые фермером площади. Как нам объяснили в администрации советского района, размещение детской площадки на этом участке нерентабельно. Ведь земля зарезервирована под строительство школы. Но когда она здесь появится, неизвестно. Но даже если школу возведут, детскую площадку придётся ликвидировать. Тогда местным жителям предложили альтернативу. Место, которое бы соединило три посёлка. Но и оно вызвало много сомнений. Тот участок, который предлагают они для расположения, он в принципе не подходит. Там рядом идут высоковольтные провода. Там рядом проходит линия высокого давления газопровода. Я даже не знаю, как они туда собираются обеспечить подъездные пути. Потому что там отсутствует полностью дорога. Они, конечно, говорят, что федеральная трасса будет через 10 лет. Вы представляете, администрация предлагает потратить нам деньги, которые мы потом в дальнейшем потеряем через 10 лет. Если правильно администрация будет решать этот вопрос, у нас дети обречены. Зачем наркомания растёт? От того, что нет площадок. Негде досуг проводить. Негде спортом заниматься. Определиться с местом размещения детской площадки сегодня так и не удалось. Людям предложили продолжить поиски места, которое бы устроило обе стороны. Эльмир Гляхметова, Альфред Камилевский, Эфир 24.